Это аналогично и сродни тому, как приходит зима, выпадает снег, и мы слышим, коммунальные службы не справляются, не ожидали. Так, наверное, и здесь. Но вы знаете, что касается полета голов с плеч, это, наверное, абсолютно справедливо. Когда они начнут летать периодически, тогда будет больше порядка. Но, тем не менее, мы должны с вами еще четко понимать, что для того, чтобы уничтожить лес, для этого вопросом может быть масса интересантов. Да, и порой, если на территории твоего субъекта, веренному тебе, сгорел лес, ну, чья голова должна пострадать? Наверное, руководители региона, наверное, руководители МЧС в данном регионе. Хотя, на самом деле, это ведь может быть провокацией тех, кто хотел получить какую-то землю и кто хотел сделать провокацию в адрес руководства региона. Нельзя ни в коем случае снимать со счетов. Если будет железобетонный алгоритм, что у тебя произошел пожар, значит, ты слетаешь с своего места, будь то глава местного самоуправления, будь то глава региона, ну, мы прекрасно понимаем, что всегда найдутся враги, которые спровоцируют данную ситуацию, мы получим на выходе еще большее количество пожаров, только для того, чтобы убрать из власти тех, кто сейчас там присутствует. Поэтому в каждой ситуации нужно четко разбираться. Нужно видеть от МЧС план, ежегодный план по борьбе, нужно смотреть реализацию этого плана. Если мы будем видеть, что те шаги, которые были запланированы накануне, не выполняются, в таком случае, в первую очередь, МЧС и те планы, которые не составят реализации как самой структуры МЧС, так и региональными местными властями не выполняются, тогда четко мы будем понимать, чья голова по какой причине должна слететь с должности. МЧС